Для любителей подводного дыхания, совершающих бездекомпрессионные погружения на глубину до 40 метров, наилучшим решением проблемы дыхания из-за нехватки воздуха является автономный дыхательный аппарат. Устройство представляет собой баллончик малой емкости со встроенным регулятором. Оно всегда находится в рабочем состоянии и готовности к немедленному использованию. Звучит, конечно, неплохо, но вряд ли это кому-то пригодится, потому что большинство из нас могут погрузиться в воду только в ванне. И вновь полезная штука для любителей похода. Это капсульная мини-зажигалка. Кстати, у нее аж два предназначения, как подвеска и как нормальная зажигалка. Она помещается чуть ли не на кончике пальца. Однако сила огня хорошая, как у нормальной зажигалки. Такую можно использовать где угодно, несмотря опять же на миниатюру. Видел, как такие используют для кемпинга в виде запасного варианта? Тут она справлялась вообще хорошо. Рыбаки, прильните к экрану, у меня для вас офигенная вещь. Это счетчик лески. Да, теперь если рыба вдруг клюнет, леска у тебя резко уж точно не закончится. Надевается такая аппаратура прямо на спиннинг, удочку, особого веса не прибавляет. Наматывая через нее леску, можно узнать оставшуюся ее длину. Работает вообще просто. Думаю, рыбаки, как мой дядя, оценят такое. Еще она может считать дальность заброса. В принципе, все. А это гидрофобная футболка. И нет, она не боится воды. Хотя, как показал эксперимент, она вообще ничего не боится. Вот почему их не было в моем детстве? Тогда маме не пришлось бы их стирать по сто раз в день. Но это так, лирическое отступление. Я в восторге от этой футболки. Она реально не промокает и не пачкается. Но это не значит, что стирать не надо. Выливал на нее все, что под руку попадалось, и ничего на ней не осталось. Даже кетчуп и сгущенка просто стекали вниз. Ты пока посмотри на нее, а я пойду еще парочку закажу. Это машинка для нарезки протектора. Предназначена для восстановления рисунка протекторной части шин. Углубление канавок протектора возможно на шинах с остаточной глубиной протектора 2-3 мм. Нарезка позволяет снова воспроизвести рисунок. Глубина протектора шины после нарезки составляет до 6 мм. Не рекомендуется нарезать покрышки, имеющие повреждения на боковине. Неравномерно изношенный протектор или поврежденный каркас. С помощью этой ручки можно написать любой текст и просмотреть его при помощи фонарика, который включается при помощи кнопки сбоку, направляя его луч на лист бумаги с текстом. Специальные чернила состоят из особого элемента, который можно обнаружить только при помощи ультрафиолетового свечения. Она идеально подходит для написания секретных записок, шпаргалок, специальных отметок, которые никто не увидит, не обладая ультрафиолетовым фонариком. Ручка, несомненно, удивит и порадует как взрослого человека, так и ребенка. Этот ленточный шуруповерт позволяет быстрее и удобнее выполнять задачи по установке саморезов. Особенно оценят такой механизм те мастера, которым предстоит выполнять работы в труднодоступных местах, например, в углу, за мебелью или на потолке, или же вворачивать большое количество шурупов за один раз. Он позволяет быстро выполнять объемную однотонную работу благодаря наличию ленты, с закрепленными на ней саморезами. Ленточный шуруповерт с автоматической подачей саморезов может быть аккумуляторным или же электрическим. Обычно устройство сразу комплектовано несколькими насадками, позволяющими работать с саморезами различных размеров. Работа осуществляется благодаря тому, что на основной части имеется специальный отсек, куда закладываются крепежные элементы. Прежденная ржавчиной или механическим воздействием резьба на болтах является основанием для их замены. По крайней мере, так было до появления этой специальной насадки на дрель, с помощью которой можно убрать заусенцы и восстановить резьбу, тем самым подарив болту еще одну жизнь. Насадка изготовлена из крепкой стали и предназначена для использования совместно с любой дрелью. Важно лишь запустить ее на малых оборотах до 400 в минуту, поскольку большая скорость вращения способна привести к преждевременной поломке приспособления. Насадка предназначена для восстановления сбитой резьбы и не предназначена для полной ее нарезки по всей длине болта. Стильные кроссовки от Xiaomi с электронной начинкой, которые по качеству не уступают продукции известных брендов. Их можно назвать умными, благодаря наличию в подошве небольшого чипа, который умеет считать шаги и передавать данные на смартфон хозяина. Верх кроссовок выполнен из синтетического трикотажного материала, который в разных частях имеет разную плотность. Интеллектуальный чип устанавливается под стельку, в специальную выемку в подошве. Она есть как в левой, так и в правой кроссовке. Во время ходьбы или бега чип совершенно не чувствуется, так что через некоторое время вы просто забудете о нем. Благо, что батарейки в нем хватает на несколько месяцев. USB-батарейка – это аккумулятор и зарядное устройство в одном. Соответствуя по размерам и функциональности стандартной батарейки формата AA, этот аккумулятор может быть подзаряжен от любого источника, оснащенного разъемом USB. Батарейки оснащены световым индикатором. Во время зарядки он горит красным светом. За счет литий-полимерного аккумулятора батарейки полностью заряжаются всего за час-полтора. Когда индикатор погаснет, это значит, что батарейки полностью заряжены. У вас опять новая пара батареек. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно! С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!